И так Евангелие уникальна еще и тем, что обратного пути просто нет. Попробовав истину Божию Слово, если мы действительно приобщились к Божьему Слову, если действительно Христос живет в нас, мы уже не захотим обратно. Это же грустно там. Не потому что нам боязно, но потому что мы изведали нечто большее. Евангелие уникальна еще и потому, что создает между нами, верующими, особые взаимоотношения. Евангелие уникальна тем, что создает между нами, верующими, особые взаимоотношения. Мы становимся близкими друг к другу. Мы становимся родными друг к другу, друг для друга. 4 глава, 12 стих. Именно об этом Павел вспоминает в своих отношениях с галатийскими христианами. «Братья, умоляю вас, станьте такими, как я. Ведь и я такой же, как вы. Вы никогда не сделали мне ничего плохого. Вы знаете, когда я был у вас в первый раз, я смог возвестить вам радостную весть только потому, что заболел. Или возвещал радостную весть в слабости». Здесь можно поставить под сомнение, вполне можно поставить под сомнение перевод, который тут дается в радостной вести. То есть благовестие Павла было в его слабости. «Но моя болезнь не оттолкнула вас. Вы не отвернулись от меня с презрением, а приняли как Божьего вестника, как самого Христа Иисуса». Он вспоминает об их отношениях. Он вспоминает об их приятии друг друга и о том, как они его, Павла, приняли. Евангелие дает нам возможность принимать друг друга, поскольку все мы приняты Богом. Евангелие дает нам возможность видеть не только внешнее, но и внутреннее. Павел проповедует в слабости, но его принимают, его любят. Может быть, как он скажет других в посланиях, он не столько раснаречив, но его слушают, потому что в нем слушают Иисуса Христа. Друзья мои, обращаясь, общаясь с братьями и сестрами во Христе, не бойтесь своей слабости. Не бойтесь показаться в чем-то слабым. бойтесь лишь одного. Бойтесь отступить от Евангелия. А слабость, особенно слабость и с болезнью, это же приходящая штука. С кем не бывает, это нормально. И принимайте друг друга так же, как вы принимаете и сейчас. Но с галатами что-то произошло. Галаты отступают от Евангелия. Об этом мы читали с вами в первой главе. И это отступление очевидно и в том, как они относятся к Павлу, к другим людям. Так куда теперь девался ваш восторг? Раньше, я уверен, вы бы глаз своих не пожалели, если бы их можно было отдать мне. Так что же? Я стал вашим врагом из-за того, что говорю вам правду? Павел замечает резкое похолодание по отношению к нему. Потому что эти люди, так называемые иудействующие, своим учением, своей хитростью увлекли молодых галатистских христиан. Эти люди обхаживают вас, желая добиться вашей благосклонности. Но у них дурная цель. Они хотят разлучить нас, чтобы потом вы обхаживали их. В желании добиться благосклонности нет ничего дурного. Если хороша цель, и если так поступают всегда, а не только, когда я с вами. Дети вы мои, я снова в муках рождаю вас, пока вы не станете подобием Христа. Ах, если бы теперь я был у вас, тогда я бы знал бы, как с вами говорить, а так ума не приложу. Вы хотите подчиниться закону? Тогда скажите мне, а понимаете ли вы, что говорит закон? И так далее. Павелу не все равно, что происходит. Христианская жизнь делает нас близкими другим людям. Ну, казалось бы, ну, какая-то галатийская церковь. Ну, одно и больше, но одно и меньше. Что ж так убивается, Павел? Убивается он, потому что там братья и сестры. Убивается он, потому что там родные для него люди. Евангелие меняет отношения между людьми. Есть еще две мысли, которые я хотел бы сегодня до вас донести. И я думаю, которые для каждого из нас важны. Они связаны с уникальностью Евангелия. Евангелие уникальна, потому что оно изменяет отношения между людьми. Следующая уникальность Евангелия. Евангелие уникальна, потому что оно дает свободу. И вот на этом мне хотелось бы остановиться. С 21 стиха послания Галатам, 4 глава, апостол Павел говорит именно об этом. Евангелие уникальна, потому что оно дает свободу. У Авраама два сына, Исаак и Исмаил. Один сын свободный, другой сын рабы. 28 стих 4 главы. А вы, братья особо подобны Исааку, дети, рожденные по обещанию. Но как тогда родившийся от плотского союза преследовал родившегося от духа, так и теперь. Что же говорит Писание? Прогони рабыню с сыном, чтобы сын рабыни не наследовал вместе с сыном свободный. Так вот, братья, мы дети не рабыни, а свободных. И вот в связи с этим апостол Павел начинает говорить о свободе. Есть те люди, которые запинают нас. Есть те люди, которые хотят снова поработить нас. Но что-то в том, что мы свободны. Мы свободны во Христе. Для свободы освободил нас Христос. 5 глава, 1 стих. Итак, стойте твердо и не впрягайтесь снова в ермо рабства. Я, Павел, объявляю вам, если дадите себя обрезать, не будет вам никакой пользы от Христа. Я еще раз вас предупреждаю, тот, кто сделает обрезание, обязан исполнять весь закон. Если вы рассчитываете на оправдание законом, значит, отныне у вас нет ничего общего с Христом. И вы лишились Божьего дара, данного вам, данного им вам по своей доброте. Здесь очень часто важно понять следующее. А свобода в контексте послания к Галатам – это свобода от требований Моисеева закона. К свободе призваны вы, братья, не означает, что в свободе делают все, что угодно. Такое понимание свободы, как вседозволенность, противоречило бы идее второй главы послания к Галатам, которую мы с вами очень внимательно и подробно сегодня разбирали. Если Христос во мне живет, то я уже по определению не свободен к тому, чтобы, например, делать грех. Потому что Христос во мне живет. Если Христос работает во мне, то я по определению уже не свободен для того, чтобы, скажем, начать и жить снова, как язычник, не знающий Христа. В этом плане у меня уже нет свободы. Свобода по пятой главе послания к Галатам – это свобода от тех прежних, от того прежнего детского послушания мертвому закону в надежде, что этот закон освободит. В надежде, что этот закон избавит, что он спасет. Как это работает у нас с вами сегодня? Как это работает сейчас? А свобода – это невозможность для меня поступать всегда так, как я хочу. Не случайно мы постоянно повторяем необходимости подчинить нашу волю – воле Божией. Свобода – это упование на Христа и только на Христа. Без всякого желания возложить на себя какое-то дополнительное бремя, которое, как кажется, может нас спасти. Приведу конкретный пример. Например, есть много разных христиан, и, конечно, мы призваны относиться к ним с уважением, мы призваны относиться друг к другу с уважением. У меня был один христианин, который, один знакомый христианин, который никогда не ходил по магазинам в воскресенье. Но, правда, в субботу в магазин тоже не ходил. Почему? Потому что для христиан важно соблюдать субботу. А поскольку непонятно, когда суббота, как субботу или воскресенье, он соблюдал этот и другой день. Более того, он говорил о том, что я не хожу в магазин, потому что я даю возможность продавцам в этих магазинах соблюдать субботу. Я говорю, подожди, Брюс, если ты не пойдешь в магазин, это же значит, они на работу выходить не будут? Нет, они будут, но я уже в этом не виноват, говорит он мне. Я хочу вот дать им такую возможность. Я говорю, подожди, а зачем? Он говорит, ну вот потому что Бог установил субботу, и мы призваны ее соблюдать. Этот человек вольно или невольно покорил себя закону, который не может его спасти. Я говорю, Брюс, послушай, ну а что будет, если в доме не останется хлеба, и в эту субботу ты просыпаешься и поймешь, что хлеба нет? Он говорит, я пойму это еще в пятницу. Я говорю, ну ты молодец. Я говорю, а что будет, если вот что-то заболит в субботу, и нужно будет в аптеку пойти? Он говорит, у меня дома аптечка есть, мне не нужно будет в субботу. Ну надо быть запасливый, Брюс такой хороший, серьезный, запасливый, Брюс. Я говорю, хорошо, Брюс, ну ладно, ну а что будет, если вот ты вот идешь по улице, ты упал и ногу сломал, и ты не можешь ни встать, ни уйти, и за тобой приехала скорая помощь. Ты скажешь этой самой скорой помощи, ребят, приезжайте в понедельник, потому что вы должны хранить в субботу. Брюс так подумал, он говорит, ну я буду молиться, чтобы Господь меня в такое положение не поставил. А, понимаете, есть разные моменты, которым мы себя порабощаем. Я не буду больше приводить конкретных примеров, я думаю, что примеры весьма узнаваемы. И сегодня существуют ситуации, которые ну четко, вот до деталей, до подробностей описаны в послании к Галатам. А мы, евангельские христиане, например, иногда себя порабощаем вот чем, но все-таки не могу удержаться, этот пример приведу. Мне скучно в церкви, у нас душно в церкви, мне все надоели в церкви, но я буду ходить в церковь. Зачем ты будешь ходить? Ну как же, какой же я христианин, если я не хожу в церковь? Я должен пойти в церковь? Мотивация этого человека ходить в церковь заключается не в том, что там мы получим общение с Богом, наставление из Божьего слова, общение с братьями и сестрами. Нет. Мотивация этого человека заключается в том, что я христианин, и поэтому я должен ходить в церковь. Я ничего там не понимаю, мне там тяжело, но я буду туда ходить, потому что я такой духовный гигант. Понимаете, я выдержу, я выстою даже в эту церковь. И даже проповедь этого проповедника я уж как-нибудь пересижу. Потом мне будет что записать в свой небесный актив земных достижений. А понимаете, какая фишка? Ведь ходить в церковь действительно хорошо и правильно, и здорово. Вопрос, какова мотивация? Почему мы это делаем? Кстати говоря, иногда, действительно, иногда даже христианин, даже верующий человек испытывает такое состояние, когда не хочется идти в церковь. Но мы понимаем, на самом деле, что вот это не хочется, если оно временно вот так пришло, вот такой момент, не хочется и все, да? Мы понимаем, что очень часто это бывают сутанинские нападки. Как сказал один очень хороший христианский автор, нам важнее всего прийти в церковь именно в то воскресенье, когда туда совершенно не хочется идти. Но это, скорее, разовая ситуация. Если человек живет в таком состоянии на протяжении месяцев, лет, если он живет в таком состоянии так долго, что он решил, что это нормальная христианская жизнь, то тогда в этом человеке что-то не так. Тогда есть смысл снова прочитать послание к Галатам. Итак, мы получаем освобождение. Но в 13 стихе 5 главы Павел делает очень важную оговорку. Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе или поводом для угождения плоти. Вы же, напротив, с любовью служите друг другу. Иными словами, как только мы начинаем говорить о свободе, у кого-то возникает идея, вот все, буду жить как раньше. И Павел предупреждает, это опасность. Потому что плотская природа не дремлет. Потому что плотская природа будет пытаться склонить нас в свою сторону снова и снова. И вот о противостоянии этой самой плотской природе, о жизни по-новому, говорит апостол Павел, старое и новое. Весь закон заключен в единственной фразе. «Люби ближнего своего, как самого себя», говорит он. А если будете... Кстати, вот здесь очень хорошо перевод, в приводе «Радостная весть», переданы греческие слова. Если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Говорят, что христианская церковь – это одна из немногих армий, а может быть и единственная армия, где добивают своих раненых. Христианская церковь... В христианской церкви, к сожалению, бывает ситуация, когда человек упал, а его втаптывают в грязь еще дальше. Вот ты грешник. Вот как же ты так мог? Вообще говоря, в армиях, в мирских даже армиях, раненым оказывают помощь. И в христианской церкви, когда она работает правильно, когда она работает так, как Бог этого хочет, тоже без потворства греха мы умеем помогать грешнику. Готовы помочь грешнику жить по-новому. Но далеко не всегда так бывает. Вот и Павел говорит об отношениях между людьми. А чтобы жить по-новому, необходимо послушание Святому Духу. Павел только что затронул очень тонкую тему, тонкую грань такую затронул. Он сказал о свободе. Чтобы свобода не стала поводом угождения плоти, нужно жить по духу. Или поступать, идти по духу. В радостной вести живите, как вели дух. Можно также перевести поступайте, или буквально ходите согласно движению духа. Ходите согласно тем шагам, которые показывает вам дух. И тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы. И это очень известные места дальше, очень известный текст о желаниях плоти, о желаниях духа, о плодах плоти, о плодах духа. 22 стих. Плоды духа. Я прочитаю его также в современном переводе. Чтобы постараться заменить, как в современном переводе делается, некоторые такие, может быть, привычные вам слова, на необычные немножко. Любовь, радость, мир, стойкость, доброта, щедрость, верность, кротость, умение владеть собой. Вот три тройки, три на три, девять проявлений плода Святого Духа. Это вещи, это качества, которые в нашей жизни бывают только потому, что Святой Дух в нас работает. Это качества, которые свидетельствуют о том, что Дух Святой в нас. И Павел говорит, вот что бывает с теми, кто живет по Духу, не по плоти, но по Духу. Как же строится отношение между такими людьми? 6 глава, 1 стих. Братья, если кого-то уличат в грехе, вы духовные, то есть живущие по Духу, должны его поправить. Только делать это надо кротко и мягко. И за собой при этом смотри, как бы самому не впасть в грех. Помогайте друг другу нести свое бремя. Так вы исполните закон Христа. А если кто-то, ничего из себя не представляя, воображает себя невесть кем, тот самого себя дурачит. Так пусть каждый трезво судит о своих делах. И тогда он сможет гордиться собственными успехами и не будет сравнивать их с чужими. Ведь у каждого своя ноша. Очень важная вещь. Мы люди на самом деле любим сравнивать себя с другими. В семейной жизни, например. Вот есть какие-то семейные проблемы. А посмотришь на соседей. Они вообще ругаются каждый вечер. А мы ругаемся не каждый вечер. А только раз в неделю. И ругаемся не так грубо. По-христиански. Значит может у нас хороший брак, хороший брак, вообще все в порядке. Какие проблемы? Другая сторона, когда мы сравниваем себя с другими, у которых лучше, чем у нас. Мы говорим, ну все, я лузер полный. Непонятно, что дальше делать. Конец мне пришел. Вот поэтому Павел говорит, ребята, не сравнивайте себя друг с другом. Лучше помогайте друг другу. Не конкурируйте, не соперничайте в теле Христовом. Лучше поддерживайте друг друга. И последнее, чем заканчивает апостол Павел это послание. Он говорил о том, как мы можем хвалиться своими достижениями. В 12 стихе он приходит вот к чему. А те, которые понуждают вас обрезаться, хотят понравиться людям. Они не хотят, чтобы их преследовали за крест Христов. Они, хотя и обрезаны, сами не соблюдают закон, а вас хотят обрезать, чтобы был повод похвастаться этим. Вот какие вы молодцы. Они будут хвастаться, мы будем хвастаться тем, что мы кого-то научили. И Павел завершает это послание на очень возвышенной ноте. 14 стих. «А я ничем не хочу хвастаться или хвалиться одним лишь крестом Господа нашего Иисуса Христа, благодаря которому мир распят для меня, а я для мира». Ведь не важно, обрезан ты или нет. Важно одно. Стал ли ты новым творением Божиим? «Мир и милость тем, кто следует этому правилу, и им, и всему Израилю Божьему». Не важно, обрезан ты или нет. Важно, сораспят ты или нет. Люди настаивают на обрезании, как на пути к спасению. Но при этом упраздняется крест Христов. При этом забываем мы, что главный вопрос – сораспят ты или нет. Заключение послания очень личное. «Пусть впредь никто не подвергает меня новым угорчениям. Ведь я ношу на своем теле знаки Иисуса». Ребята, честное слово, я устал. Дайте мне покоя. Хотя бы вот ради этого. «Милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с Духом вашим, братья». Аминь. Вот такое сокрушительное письмо. И утверждающее письмо. Сокрушительное по поводу ереси. Дескать, для спасения Христа недостаточно. Утверждающее в плане новой жизни, в плане ответа на вопрос, кто же такой христианин. Нет, не только тот, кто принял головой своей, мозгом своим, некие постулаты веры. И даже не тот, кто разбирается в тонкостях богословия. И не тот, кто пыжится, дабы жить похожей жизнью на христианскую. Но тот, кто сраспялся Христу, и в ком лично живет Христос. Вот она какая штука. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok